ребят всем привет это следующий день в таиланде 2 по счету вот у нас утро доброе утро ребята девчонки привет девчонки накрасились губы накрасили платья свои деле вчерашние красавицы покружись папа тебе с ним ребят недалеко нашли от своего дома кафе похоже очень на гонконгскую еду судя по вот этим глотокам заказали вот такую еду я вот таки недавно пробовался примерно что-то похожее в гонконге ну давай сказано мясо да да смотрю там фарш какой-то даже присутствует разрешите мне отведать не давать целую как вкусно сладенькая мы после вчерашней еды не остренькая вкусненькая сначала толкала толкала и острую еду себе в рот а вот это прям поинтереснее было внутри кукуруза что ли и прям очень сочный паршка очень вот смотрите еще майонез есть это грибочки с беконом это я вижу это что такое омлет крабовой палочкой омлетик мне вот интересно вот это что такое попробуй кусочек ну это типа креветки какие-то вот это разобранный фарш попробуйте пожалуйста девушка скажите что такое что-то рыбное да принесли вкуснотищу а нам принесли вот такое блюдо лапша с морепродуктами это не остро это вкусно а полина вот смотрите наяривает все сразу а потом масло сверху помажешь да на язык на джем масло на джем помажет завтрак нам обошелся 360 бат китай завтраки немного дешевле по китайски получается где-то 70 юаней на 70 юаней мы спокойно пообедать можем ребят сегодня зарядили нашу обезьянку посмотрите на нее алло алло давай говори в общем какие сигналы и посылаешь она начинает на реагировать всячески заложено видимо какое-то определенное количество функций и она начинает куда хтать пищать полина говорит даже пукать иногда бу но видите реагирует ребят хотел поделиться такой мыслью если вы находитесь на пхукете вы не умеете ездить на байке то выбирайте какое-то место где рядом магазины и пляжи и так далее мы в этот раз выбрали конду и здесь поблизости даже магазинов нету в общем наша задача сейчас найти байк арендовать и тогда мы будем более мобильные можем поехать спокойненько поискать что-нибудь не недалеко от нашего конда нашли аренду байков но тут дороговато мы сейчас его снимем на аэра на сутки и поедем сразу же поищем сейчас аренду байков сейчас все засним этот счетовод напутал и насчитал по 130 бат на три недели она сейчас пересчитала и короче по 250 выходит короче мы берем один байк и едем искать подешевле мы сейчас находимся в общем на пхукеттауне нашли неплохую аренду кругом везде аренда находится на по этой улице и мы прошлись по ней и вот здесь у этой женщины недорого я нашел себе вообще на завтрашний день то есть на завтра что завтрашнего дня я буду на нем ездить 1300 у него все километраж он вообще новый все байки получаются хондовские короче клёвы доверегут да лучше завтра его за обзорю так что вот с таким смайликом будем ездить а катя мы взяли вот такой вот симпатичный пузатенький какой-то тоже хонда красненький 125 кубов что-то что-то нам хватит цена 150 она берет за сутки а этот байк будет стоить 200 бат на сутки чуть подороже наконец-то мы в строю себя чувствуешь каким-то сразу же вольным можешь туда поехать может туда поехать может магазин в ресторан кафе хоть куда все мы приехали наша парковка катин мой все пойдем детям сейчас на поедем на обед поедем поедем но потому что ребят на пхукете без мотобайка делать нечего вообще даже тоже такси ну как бы ладно бы вышел бы она где стояла так его нету здесь понимаете тогда выбирать какой наш какой наш кто угадает самый первый нет нет мой просто перечисляют и тут ладно короче о это мой но завтра будет черный такой же только черный новый нравится мама смотрите какой симпатичный да но извините вы будете ездить со мной у как жарко до вероничка ребят мы приехали big си здесь в общем сотовый оператор есть и ну прикупиться что-нибудь да сама первую очередную это надо сделать связь поставили пара на парковке свои байки ведем купиться а также ребята нам нужен интернет мы сейчас в общем бикси находимся нашли вот такой сотовый оператор я вычитал в интернете говорят что у них цена и качество очень хорошая и обхват очень хорошего по острову чисто по этой рекомендации мы проехали сюда здесь три сотовых оператора и из трех мы выбрали этот так ребят смотрите здесь есть безлимитный интернет здесь неправильно написано здесь какая-то приписочка идет в общем 270 будет катин стоит винами на один месяц и мой 700 бат на один месяц безлимит 4 метра но все ребята мы на связи на входе надо было купить такую карту мы положили на нее 500 ватт полина уже все выбрала виду потом чуть-чуть забыть обзоришь салат с морепродуктами и написано что он острый мы попросили чтобы она сделала не острый обжог как это кальмарчик креветочки чищеная вот это мяско очень вкусно вот это дедчик и майонез он перемешался и вот так красиво получилось очень вкусно что-то смотрите что я принес они оба одинаково самый полезный напиток здесь таиланде я очень мне сейчас очень нравится том ха пробует наш любимый сурчик кисленький вкусненький поменьше мы в тайлане как вам еда вкусная поля ты угадала сюда нравится мы все ребята всем приятного аппетита это мякоть кокоса попробуй ну как да как будто бы как жиле такое пап смотри что я себе заказала красивое да да красавица кажется они малые маленечко Тебе не кажется? Он аж посинел этот палец. Чуть-чуть выскочил во маленькую у тебя. А не тереть-то не будет. Так, а Веронечке, ну-ка. Дальше. Ну, хочу я вам сказать, что с непривычки-то лицо-то загорает. Загорает. И прям вот загорает, понимаете? Вроде бы живем на юге, да? Да, но вот лицо такое красное, вообще ужас. Девчата поехали, взяли тапки. Потому что с этими платьями красивыми не идут вот эти здоровущие тапули. Взяли вот такие элегантные тапочки. За обзорим, может, кому интересно, какие цены. По 49 бат тапки. Это что такое? Это стаканы 4 штуки. Стаканчики. А зачем мы стаканы и кружки просто взяли? Это чай пить, кружки. Кружки. Посуды здесь нету, ребят. Пришлось взять посуду. Еще кружки. Тарелки. Если, кстати, не хотите все это покупать, то уточняйте. Бронировали нашу квартиру на Airbnb. И можно, в принципе, уточнять там с хозяина. Этот набор из 4 предметов 79 бат стоит. Это 15, да, кажется, примерно? 12. 12 бат палочки. Очень удобно. И вот такой набор, очень, кстати, экономичный вариант, бюджетный. 158 стоит такой наборчик. Итого мы отдали? 920 бат. 920 бат, вот за это все. Но это еще не все. Сейчас поедем еще раз в магазин. Нам, Аленочка, денег не хватило. Сейчас надо будет денежки подснять. И поедем еще раз в магазин. Продукты купим, посуду купим. О, даже здесь какая-то... Невозможно в таком ковше, я думаю, будет сготовить что-то. Слушай, а тут сковородка есть. Ну-ка, посмотри, может, не придется? Ну, она совсем унылая, Слава. Фу, где сырости пахнет. Пострибка страшная. О, Господи. Да, придется посуду покупать еще, ребята. Вот такие дела у нас. Ребята, у нас одно упущение. Мы ни разу на море не были. Пока мы собрались, уже, смотрите, солнце село. Дети едут, говорит, уже ночь, говорит. В общем, мы только-только приехали на пляж. Я говорила. Да, это Вероника говорила. Только приехали на пляж, сейчас искупаемся. Вид, конечно, не такой, как днем. Но, тем не менее, мы сейчас искупаемся, да, девчата? Воздух. Воздух морской, да? Так, мы на пляже Ката. Пахнет, как будто бы рыбой. Да, морем пахнет. Раз, два, три. Холодная, нет? Нормальная. Нормальная, нифига не видать. Классно? Классно, а? Да. А потом, что потихоньку идут, я уже идут. Там огромная волна. Не мог. А Поля убежала от волны, что ли? Раз, два, два. И где волна есть? Ай, здорово. Водичка прохладная. Солнца нету. А я куда? Ироника, далеко не заходи, потому что волна какая-то сильная, ладно? Слишком сильная. Холодно? Да. Блин, ну, сейчас и замерзнет, я чувствую. Поедем, потом еще обратно минут 30 ехать. Минут 30 мы ехали, ребята, до пляжа Ката. Крабик. 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 Да, я еще пойду искать. Он домой хочет, мамочки. Ой, 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 ой. Все нету. Все нету? Нету, нету. Чего? Уплыл. Уплыл. Ну, темно уже, может, обоимся, да поедем. Да? Галочку сделали, искупались, ладно. Дождь начался, ребят. И доехали мы до дома, и начался дождь. Это он еще стих. Сейчас его поливало, вообще, будь здоров. Веронике тушь размалывалась. Она сегодня мейкап сама себе делала. Маминой косметикой. Пока мамы дома не было. Ага, опять усилился. Я вот так смотрю, детям, на самом деле, пофиг, на каком языке мультики смотреть. Это на тайском? Наверное. И как, понятно? Нет, мы просто смотрим картинки. Картинки просто смотрим, понятно. Все, ребят, приехали, промокли напрочь вообще. Дождь нас застал, мы еще провозились байками. Остановились под навесом. Подножку поставили, стоим. И что-то не заводится, понять не можем. А это же хондовские эти байки. Они, в общем, если подножку убираешь, то ничего не работает. Капец, для меня это было вообще шок. Я поступлю к своему, видимо, привычка какая-то остается. И поэтому мы попали в такой, в просак это называется, попали. Просто полчаса потеряли, потому что на подножке пытались завести байки. Он вообще не реагирует, то есть, видимо, отключает подачу электричества на свечу и просто, как бы, он и заводится, и все. В общем, и Катя такая, это, не тронулась, убирает подножку и бух, заводится. Аж чуть ли не уехала. Газ так еще надоело сильно, да? Время 10 часов. Спать. Все.